Население Ставрополя неуклонно растёт. За 2014 год в крае появились на свет больше 20 тысяч младенцев. Положительная тенденция сохраняется, и в последнее время дефицит мест в роддомах достиг своего предела. В ближайшее время в краевом центре начнётся строительство современного перинатального центра. Он позволит не только сократить нагрузку на действующие роддома. В шестиэтажном здании создадут максимально комфортные условия для рожениц, а женщинам с осложнениями и недоношенным малышам будет оказан особый уход. Всё оборудование современное, все системы инженерные современные, по последним нормам САНПИНА, все потоки, все бактерицидные, антиубивочные мероприятия, всё предусмотрено. Кроме того, в перинатальном центре появится новое отделение, аналогов которым ещё нет в регионе. Место для строительства тоже выбрали не случайно. Медучреждение будет находиться рядом со взрослой и детской краевыми больницами. Если у роженицы или ребёнка возникнут осложнения, помощь будет оказана в кратчайшие сроки. Сейчас на месте будущего центра расположена часть Таманского леса. Об экологии, конечно, не забыли. Что максимально пытаемся сохранить лесной массив. Тем более, этот лесной массив и для рожениц, и детей очень важен. Им тоже надо дышать кислородом. Котлован в этом месте мы можем не отрывать. То есть, если мы котлован не отрываем, то максимально постараемся сохранить деревья, которые уже учтены, но мы их постараемся сохранить. Те, кто ежедневно ездят по улице Симашка, знают о её серьёзной загруженности. К новому зданию будет подведено сразу несколько транспортных развязок, что позволит значительно сократить пробки у краевой больницы. Кроме того, неподалёку от современного центра появится парковка вместимостью 300 автомобилей. Это ещё повезло, что я поставил здесь машину. Обычно здесь, когда в час пик приедешь в обед, если назначат ребёнку приём, то тут машину приходится ставить, аж там за квартал. Уже люди заезжают и там, и там. А сейчас вообще я удивляюсь, как нет машин здесь. Буквально час назад здесь не было места места. Проверка документации, экспертиза и получение разрешительных документов. После всех этих процедур строительство будет начато. А закончить центр планируют к 2016 году. Анастасия Романова, Александр Григоров, Иван Фильянов и Иван Датсунов, АТВ Ставрополь.